Зашел разговор о жестокостях силовых структур и о том, что доброта человеческая как бы тонкая позолота, которая легко сдирается, и да только потереть человеческую кожу сверху. Но на самом деле все не так. Конечно, доброта отлажена тысячелетиями. Миллион лет отлаживалась доброта, чтобы люди были добры друг к другу, чтобы они выжили, поддерживая друг друга, любя друг друга. И в то же время надо было все время выживать, и поэтому человек все время балансирует между гневным ликом и ангельским. Вот по этому поводу Семен Иванович написал мне, в США в свое время проводился эксперимент. Разделили группу студентов на охранников и заключенных. Так вот, игра игрой. А уже через сутки заключенные всерьез бунтовали, а охранники превратились в настоящих охранников, вплоть до избиений и пыток током. Самый лучший тип из этих охранников – это лентяй, выполняющий свою работу от сих до сих, и ничего лишнего. Ну и там, по поводу Шекспира, больше всего тогда мне понравился сам «Летнюю ночь», в заключении, автор читал. Вот. Конечно, это перевод переводом, но игрой слов наслаждался. Вот я написал эссе. Почему между гневным ликом и ангельским человек – малоизученное существо, и ученые не умеют изучать. Они меряют давление и смотрят в микроскоп, но гораздо интереснее всех этих прекрасных мелочей. Как помимо орфографии и пунктуации, как стихийно само раздается гениальное творение, и как раздается в муках с использованием заширенного ума бездарные подражания, годящиеся лишь для рынка с накрученным рейтингом. Так как и почему поступает человек? То как ангел, то как зверь. Смена ангельского лика на лик монстра в одном и там же человеке мне сейчас увиделось довольно ясно. Человек балансирует миллионы лет, как и всякое существо, между тем, чтобы съесть и быть съеденным. Например, кошка, она может полакомиться мышкой, но ей могут полакомиться волки. Это балансирование исторически всегда, внезапно и мгновенно, так как охотник нас поджидает, укрывшись незаметно и нападает быстро. Ну вот, видимо, и стоит только заключить человека под стражу, как он становится добычей подсознания, и всякое его правовое и справедливое требование рассматривается дессознательно как конфликт, не на жизнь, а на смерть. В жанре процесса поедания организма имеют друг друга. Только этим можно объяснить, как ОМОНовцы выкручивают руки генералу, что их защищал в Великой Отечественной войне. Это биологическое ослепление. Правда, это биологическое ослепление культивируется и тренируется до автоматизма, что требует осуждения общественно и прекращения. Якобы нам нужны бойцы для взятия бандитов, и с ними можно только так, по-бандитски, наоборот. Тысячелетиями все боевые школы учат высокой нравственности. Карате, каратедо, конфу, джиу-джитсу и так далее, и так далее, и так далее. То же и в искусстве. Так же и драгоценности искусства Шекспира, что учат мораль и нравственности, они учат, пока там есть наслаждение. В искусстве составляют слова, что идет от возвышенного застояния души, которая играется словами, когда они сами так составляются. Механические моральные наставления, наоборот, подрывают мораль, делают ее посмешащим в глазах человека. Так и смешно бороться злом за добро. Бессмысленно. Это сеет злые семена. И урожай зла будет столько, что с ним не справятся потом. Но добро обладает волшебством. Настраивать балансирующего человека между ангельским ликом и ликом монстра быть ангелом. В этом и состоит задача культуры и искусства. Не путать с бизнесом вокруг культуры, что сеет зло. Недаром все, что связано с бизнесом, всегда сопряжено с жесткой литературой и жестким кильмокругом. Потому что борьба за чистоту общества и чистоту искусства – это все одно единое, здоровое, природное явление.